Я вышел сюда, потому что для меня эта тема наиболее близкая. В этом зале нет никого, кто бы родился и жил в Казахстане. И когда здесь из левой фракции начинают говорить о трудностях или о проблемах, то трудности и проблемы возникли тогда, когда создали эти республики. Их ни одной не было в Российской империи. Ни одной. И город, в котором я родился, назывался город Верный. Верный форпост царской России в Азии. И создали его русские в степи, на голом месте. Это вот проблема, которая, так сказать, нам до сих пор продолжают голову морочить. Эти все Кох, Авен выпустили там книжонку, революция Гайдара. Это, что якобы экономические были проблемы для распада СССР. Не экономические, а преступная ленинская национальная политика. Ленинско-сталинская, так бы я сказал. Когда Сталин в Кремле чертил руководом, карандашом. Вот Казахстан отдал Сибирь и Урал. Берите. Ему же далеко это. Он же не ездил туда. Понятия не имеет. А казахи с узбеками бились за Ташкент. Чья столица будет Ташкент. Где Ташкент и где Южная Сибирь. Но отчертил, не жалко же, малограмотный грузин. Что ему не отдать, так сказать. Просторы русские. Он там сидел в лагерях. Ненавидел все русское, все царское. Вот это вот проблема. Что пораздавали русские земли, а теперь начинаем искать формы союза. Вы когда мы слышали договор о дружбе между штатом Техас и Калифорнией? Что такое вообще понятие? Договор о дружбе. То есть если договора нет, то мы воюем что ли? Все осталось от советского периода. Давайте дружить. Как можно заложить в правовые формы, в юридические, понятие дружба? Это же внутреннее чувство, переживание людей. И называется это дружбой. И по этой дружбе миллионы русских выгнали. Из Азии, с Кавказа, с Прибалтики. И Украина частично. И везде давят на язык, потому что единственный инструмент это заставить русских забыть русский язык. Конечно, поддержан договор. Что же не поддерживать? Но проблемы остаются, связанные с тем, что виноват это Москва. Они не хотели уходить. Они приходить не хотели. Мы все время все делаем насильно. За что нас и не любят. К нам не хотят, мы затягиваем силой. Конница. То царская, то красная конница. И не хотят уходить, мы выталкиваем, так сказать. Если они бурбулисы, едь, все на ушко шепчут. Давайте отцепим 14 лишних вагонов. Вагоны. Треть страны, это для него, для бурбулиса вагоны. Минуты добавьте наступление от фракции. Он что, не видит диспетчер там? Добавили, добавили. Хорошо, но он меня же расстроил. Не в коем случае. Прервали. Наоборот. Я и так ждал, Григорий Борисович. Из-за уважения к вам я не стал критиковать. В 10.40 вопрос. Я 20 полчаса здесь нахожусь. Поэтому здесь вот эта проблема есть. Что не надо разбивать сосуд, в котором живем, на осколки. А потом склеивать их. Вот Евросоюз. Была бы у нас царская Россия, мы бы наблюдали, что там в Европе копошаться. Сейчас видим, что не получается Евросоюз. Не получается. Нищие сидят там эти, Греция, Италия, Португалия и Испания. И вытягивают все из Германии. К чему это приведет? Там появится новый товарищ, который захочет наказать тех, кто Германию истощал все эти 50 лет. Зачем немцы должны кормить бедную Южную Европу? Кто провоцирует опять? Вот такой неправильный Евросоюз. А почему они так сделали? Боятся Америки. Это вот проблема. Проблема Китая, которую тоже мы создали. Не должно было быть сегодняшнего Китая. Где все предприятия должны у нас работать. И монополия была бы на металл, на машины, на все. Только у нас. Теперь наоборот у них монополия. У китайцев монополия. На машиностроение. Это мы построили. Своих бросили, а им построили. Сотни и сотни предприятий. Это все ошибки. Поэтому никаких экономических причин для распада СССР не было. Самые тяжелые экономические проблемы где-то происходят. Но нигде ни одно государство не распалось. Кроме этого неправильно сформированного СССР. И в Конституции заложили норму. Право выхода. Вы где видели Конституцию в какой-либо стране мира? О праве выхода. Штата, провинции, области из этой страны. На электрический стул посадят вас. Если потребуете отделение штата от США. Или в тюрьме 25 лет в Швейцарии. Попробуйте поставить вопрос об отделении кантона. У них 24 кантона. А это все, добрячки сидят. Брежневская мафия. Давай, можете выйти. И они вышли. Вышли. Так что думаете, учли ошибки? В Конституции Российской Федерации откройте, что написано? Российская Федерация состоит из областей, краев и республик. В скобках государство. Что вы опять сделали? Ведь уже распалось СССР. Вы уже заложили основы распада Российской Федерации. Ибо заложено, что республики это государство. А раз государство, вы им дали герб, дали флаг, дали, так сказать, эмблемы, символы. Язык государственный местный считается. Русский. И в каждой республике, в сегодняшней России. Второй язык тоже государственный. Осталось только ввести валюту. Все. И закрыть границы. И продолжаем строить там стадионы, строить там заводы. Все там. Посмотрите. Больше всего инвестиций идут в национальные регионы уже внутри России. Как в свое время, когда жил в Казахстане, я думал, какая богатая Россия. Газ дали 50 лет назад. Все газифицировали. Казахстан, Средняя Азия. А Россия до сих пор без газа. Половина русских населенных пунктов без газа. А все отдали туда. Асфальт туда. Университеты туда. Все туда. Космодром построили там же. Потому что без ума сидели. Безумцы, старцы эти. В Кремле. Географии не знали. Не понимали. Что вы можете сертифицировать сто раз договор о дружбе. За пять минут порвут все договора. И начнут любую войну против России. Только хозяин новый им скажет. Давай, ребята, мы вас защитим. Как Сирия. Вот уже сегодня орут. Крылатые ракеты дадим. Оказывается, сирийское руководство применяет газы. Уже сказали на Западе даже, что газы применяет оппозиция. Бандиты собрались со всего мира. Нет виноват Асад. Это вот чудовищно все на наших глазах. Поэтому давайте умнеть быстрее и поменьше думать о дружбе. Бандиты собрались со всего мира. Субтитры сделал DimaTorzok